Мальчики, у которых есть сестра, склонны к постоянному флирту с девушками. Кроме того, наличие сестры понижает шанс возникновения депрессии. А чем больше у вас братьев и сестер, тем меньше шанс развода в будущем. После такой информации хочется срочно бежать к родителям и просить братика или сестричку. Подождите, есть и другие итоги исследований. Например, младшие живут дольше старших и обладают более легким характером. А еще 70% отцов и 65% матерей часто отдают предпочтение только одному из детей. Что из этого правда, а что лишь вероятность, выясним прямо сейчас у нашей гости, педагога-психолога Лейлы Джабаровой. Лейла, здравствуйте. Вот наговорила я вам кучу здесь информации, как с плюсами, так и с минусами. Но это же все индивидуально или все-таки есть в этих фактах что-то настоящее? Ну, конечно, это все индивидуально, но на самом деле проводились исследования, и можно определить, да, по тому, какой порядок в семье рождения или пол, мальчик, девочка, по тому, как дети будут в дальнейшем взаимодействовать или развиваться. То есть какие-то из этих вещей все-таки... Что-то все-таки есть, да, реальная жизнь из этого. Что-то все-таки есть, вот, например, я услышала про то, что если есть сестра у мальчика, да, то потом как-то проще будет налаживать отношения с противоположным полом. С девушками, да? Да, на самом деле это так, да. Когда есть опыт взаимодействия, да, с раннего детства. А в обратную сторону это работает? Конечно, да, это в обратную сторону тоже работает, когда есть такой опыт взаимодействия с противоположным полом, да, еще с раннего детства, можно так сказать, да, то в дальнейшем это гораздо проще. Потом настраивать эти отношения, да, и выстраивать их. А вот то, что больше половины отцов и матерей выбирают одного ребенка. Ну, к сожалению, бывает такое, да, это зачастую случается так бессознательно, можно сказать, да. Отдается предпочтение одному ребенку больше, чем другому, но это, к сожалению, имеет такие негативные последствия для детей. Вот дети и так, братья и сестры не так склонны к конфликтам, да, соперничеству. А в таких ситуациях это, конечно, усугубляется. К вам в центр вот с какими чаще проблемами обращаются именно, если конфликт между братом и сестрой возник? Или даже, ну, с сестрой и сестрой, то есть с двумя с кем-то родными? Ну, вот зачастую, кстати, не обращаются по поводу именно конфликтов между братом и сестрой, обращаются по поводу одного из детей, которые конфликтующие. У них у кого-то есть, да, брат или сестра, соответственно? Да, есть брат или сестра, и он конфликтующий, да, вступает в перепалки, можно так сказать, физическая какая-то агрессия, и приходит для того, чтобы исправить этого ребенка, да. А нужно ли исправлять этого ребенка? Либо их двоих надо приводить, и родителей, и собаку, и бабушку, собственно. Да, и вот как раз в этом и заключается весь, так скажем, корень проблемы, да, что нужно исправлять не одного ребенка, а то, как они взаимодействуют, да, и как взаимодействуют с ними родители. То есть то ли они поддерживают, да, эту конкуренцию, да, настраивают их друг против друга. А такое бывает? К сожалению, бывает, да, когда выделяют одного ребенка, да, другому ставят его в пример, почему ты не как Петя, да, вот посмотрел он уже... Это самая главная ошибка, да? Да, вот, к сожалению, да, потому что дети, они все же индивидуальны, да, и для них очень важно, чтобы подчеркивались именно их достоинства, да, не в сравнении с другими. Особенно, если это твой брат или сестра, это особенно... То есть сравнивать ни в коем случае нельзя? Конечно, да. Вот мы сейчас будем золотыми буквами просто выбивать это на нашем экране. Да, сравнивать детей, конечно, не стоит. Только хвалить, ну да. Хвалить, ну тоже главное, правдиво хвалить, да, то есть находить те вещи, которые действительно у ребенка ему удаются, да, и находить его достоинства. Чаще, чаще вот кто ревнует, старший к младшему или младший к старшему? Ну, обычно ревность, она все-таки провоцируется старшим ребенком, потому что он понимает, что вот сейчас появится соперник, можно так сказать, да, и нужно как-то активно бороться за внимание мамы и папы. Поэтому чаще это инициируется, конечно, старшими детьми. В игровой форме, как это проводится вот все-таки вот на месте, скажем так, у вас в центре? А, ну и игровую терапию, да, вы имеете в виду, мы используем эти методы, да? Сколько нужно времени потратить, чтобы как-то хотя бы начать выравнивать отношения в семье? Ну, это опять же все очень индивидуально, но в игровых методах, кстати, очень хорошо это разыгрывается, да, и можно регулировать взаимодействие, да, то есть подсказывать, как можно лучше выражать свои эмоции и чувства через игру. Ну, это все очень индивидуально, конечно, проблеме какое-то сказать сложно. Я сегодня просто ко всем так скрупулезно, как со своими гостями разговариваю, месяц, допустим, вот если есть. То есть вот у нас просто скоро лето, да, в принципе, самое время, наверное, сходить к психологам, то есть какие-то там доработки сделать своей семье. Вот месяц, два, три, сколько требуется времени в среднем? Ну, месяца, конечно, будет маловато, да, это такой период, когда привыкаю только к психологу, да, контакт какой-то налаживается. Ну, в среднем месяца три нужно для того, чтобы увидеть какие-то изменения, да, начинать эти изменения видеть и замечать. В среднем месяца три, а дальше уже в зависимости от ситуации, да. И, конечно же, важно подключать в эту работу не только детей, да, но и родителей, как вы тоже верны. Я тоже с вами, да, солидарна в этом. Правда ли, что дети, которые в семье одни, они вот всегда эгоисты, а тех, кого двое, трое и 15, нет? Ну, прям так сложно сказать про эгоистов, но вот я, как вначале сказала, да, про порядок рождения, и вот действительно, если единственный ребенок, то ему уделяется много внимания, и на него, так скажем, у него больше возможностей, да, для того, чтобы все это внимание использовать и как-то развиться в дальнейшем. А вот когда детей уже два или три, то тут сложнее, да, тут уже младшие дети, им, скажем так, от них ожиданий уже все меньше и меньше, да. От младших детей ожиданий меньше и меньше? Да, на самом деле, да. Вы меня сейчас удивили. Потому что больше, так скажем, давления оказывается именно на старших детей, потому что их ставят в пример, да, младшим. А я думала, как работа над ошибками, наоборот, на младшим все. Ну, вот кажется уже, наверное, родителям, что, в принципе, ну, они уже поняли, да, как это быть родителем, да, и на младшим можно, так скажем, расслабиться немножко. И это уже становится больше так приятно, да, и не так, скажем так, затратно. Я когда вчера вот все-таки, ну, ознакомилась с темой, искала всякие факты интересные про братьев и сестер, нашла еще несколько фактов, озвучиваю их сейчас. Мне сравнивать не с кем, но, в принципе, вы, если сейчас у вас есть братья и сестры, как раз можете провести такой маленький практику. Оказывается, что каждый последующий ребенок в семье рожденный, он меньше предыдущего. Но я вспоминала о своих знакомых, вот полностью не согласна. Да, сейчас хватаете сантиметр, бегите всех измерять. И, да, и, пожалуйста, и еще тоже один факт, ну, неподтвержденный, да, я так скажу, что старшие дети имеют более высокий IQ. Вот как раз это к теме ожиданий родителей, наверное, да? Вот здесь про ожидания родителей и про то, что старшим им очень хочется выделиться, да, на фоне младшего. Им, у них больше стремлений для того, чтобы чего-то достигать, добиваться. И поэтому, возможно, вот как-то с этим связано, что у них высший IQ. Ну, в любом случае атмосфера в семье полностью зависит от родителей. Да, конечно. Нету виноватого младшего или нету виноватого старшего, это мое личное мнение. Да. Поэтому наблюдайте за своими детками, если вдруг что-то вам кажется непонятным, обращайтесь к специалистам. В этом нет ничего абсолютно плохого, а даже наоборот. Лейла, спасибо огромное. Я вас поздравляю с праздником, братья и песен. Если они у вас есть, скорее бегите их, замеряйте по росту. Сравнивайте. Сравнивайте, да. И мне потом расскажете, правда это или нет. Хорошо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Пока.